всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз канцелярские товары ой нет не канцелярские товары а что-то другое связано с фото видео техниками более конкретно слайдер два в одном именно как механический так и электрический слайдер для того чтобы процесс съемки проходил в автоматизированном режиме и в случае если вам необходимо использовать механику то и механическом режиме фирма которая поставляет данный вид слайдеров называется ашанкс и сама марка это смуз one c400 так вот здесь у вас сейчас перед глазами продемонстрировано для чего этот служит слайдер ну во-первых у него достаточно хорошие нагрузки которые он выдерживает а именно 20 килограмм этого горизонтальном виде до 20 килограмм до 8 килограмм под углом 45 градусов и до 5 килограмм соответственно если у вас слайдер размещен вертикально как бы заменяет вам кран стандартный видеокрамм относительно заменяет единственное передвижение вертикально при подъеме поставляется это все из российской федерации достаточно по хорошей цене где-то в 3-4 раза дешевле чем тащить это все из китая либо других стран связи с тем что нужно быстро освободить склад от данного оборудования возвращайте часть денег за покупки в алиэкспресс с кэшбэк-сервисом летишопс это реальные деньги которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона будьте в тренде покупайте с кэшбэком от летишопс ссылка в описании вот такая вот коробочка пришла при помощи стандартной доставки доставка где-то около недельки происходило давайте вскрывать смотреть что находится внутри ну и заодно еще посмотрим что из себя представляет данный вид слайдера сейчас мы его вскрываем вот такой чехол в котором расположен данный слайдер нейлоновый достаточно качество сделано единственный недостаток все-таки во время приобретения то есть я видел его компоновку отрицательный момент не очень хорошо продумана упаковка данного слайдера все там размещается при помощи соответствующих спиненных материалов что не очень хорошо лучше бы было это как все отдельно при помощи стандартных внутренних сумочек вот у нас внутри находится на оборудовании но первое что здесь расположен это документы заодно здесь расположен еще и дополнительный кабель под различные камеры это и для камер сони два варианта кабеля дальше для канона тоже два варианта по-моему нет один вариант дальше вот для пентакса есть еще для какой-то камеры и два кабеля для никому в частности для камеры например d3100 и для камеры d5600 применятся вот эти камни дальше есть документация как обычно на китайском и английском языке продемонстрировано есть программное обеспечение для того чтобы проводить например таймлапсы программное обеспечение под android и ios называется smooth one можно скачать соответствующих маркетах как для android так и для ios то что это себя представляет дальше здесь находится маховик если вам нужно для механического способа применения причем вот эти вот два винта приспособлены непосредственно для ручек маховика чтобы удобнее было им работать также они являются креплением непосредственно к мотора к этому слайдеру так а это винт для закрепления на слайдере так сейчас мы пока уберем часть дальше здесь находится мотор причем здесь у этого мотора возможны различные способы питания это как от 9 и 24 вольт постоянного тока дальше от различных пауэробанков и стандартный аккумулятор нпф канал аксоневский нпф там 970 меньшие размеры и так далее вот такой вот мотор внутри находится слайдер и еще здесь вот есть на крышке кармашек да как я и ожидал находится шестигранники крючки для того чтобы в последующем отрегулировать ваши винтовые соединения и внутри находится непосредственно сам слайдер всем карбоновый толщина трубки по моему 24 миллиметра есть младшая модель си 200 там трубки поменьше его держит он поменьше килограмм есть и 300 у них мотор располагается вот здесь на каретке они сбоку как данном случае поэтому находится еще в центре так называемый направляющей или фокус когда вам нужно панорамно снять чтобы камера вас поворачивалась либо постоянно в центре объекта снимаем либо полную панораму поворачивалась на определенный угол при снятии панорамы вот такой вот слайдер дальше внутри здесь ничего не находится поэтому чехол откладываем ставим слайдер слайдер выполнен достаточно качественно все на своих местах есть ножки с фиксацией и по высоте может выдвигаться вот такой вот слайд каретка движется кстати на каретке присутствует компас для того чтобы знать где у вас север юг запад востоке и промежуточные стороны света поэтому в случае чего если куда-то за придете не забудете и выйдете все всегда туда куда вам необходимо давайте посмотрим как у нас происходит движение слайдера при помощи механического маховика вот таким движением осуществляется перемещение слайдер каретки по поверхности карбоновой трубочки причем здесь вот находится отверстие различного резьбой вот от 1 4 до 3 8 дюйма для того чтобы закрепить вас слайдер на какой-то моноподе дальше тойки световой таки не тойки световые присутствуют у меня на канале это грифон 1000 вот на них можно закреплять как раз на две штуки чтобы у вас все отлично передвигалась и снималась снизу есть те же самые отверстия чтобы закрепить не только по центру но и с концов данного слайдера давайте сейчас еще посмотрим как работает у нас мотор в зависимости от того какие у вас присутствуют источники питания вот у меня здесь нпф есть и также на канале у меня были пауэрбанки один пауэрбан о грин заряженный дальше батамакс нпф 970 аналог сонинского аккумулятора и также из-за того что данный электродвигатель работает и от постоянного тока возьмем блок питания от зарядки литокал 2 ампера 12 вольт ввиду того что здесь написано от 9 до 24 вольт может и давайте сейчас посмотрим как электродвигатель будет работать сначала в раздельности а потом уже продемонстрировали непосредственно на слайдеры и это я сделаю при помощи программного обеспечения для того чтобы воспользоваться программным обеспечением вам понадобится wi-fi дальше bluetooth и местоположение включить на смартфоне чтобы воспользоваться данным программным обеспечением итак давайте смотрим тут кстати вход для постоянного тока штекера дальше micro usb и здесь еще есть исполнительные для подключения кабелей которые рассматривали чуть раньше и кнопку включения вот как видим пауэрбанк подключили и все работает тема отключили тоже все работает и неудивительно вот аккумулятор ампиев достаточно плотно входит и то же самое от источника постоянного только адаптера включили и включили и включили давайте сейчас поставим электрический моторчик вместо маховика и посмотрим как осуществляется движение при помощи этого электромотора итак давайте устанавливать и смотрим вот так вот так вот так Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok